Совсем недавно подвели итоги всероссийских конкурсов, исследовательских и архивно-поисковых работ «Брат на смену брату. Традиция продолжается» и герои Хасана на карте России. Победители, которые приехали во Владивосток из разных регионов страны, посетили знаковые места в Хасанском и пограничном округах. «Самая главная награда – это сегодня, когда всех ребят, участников, победителей, призеров мы привезли на сопку заозерную, мы показали, где воевали их прадеды. И ребята вышли, мы видим их горящие глаза, интересы, и я больше чем уверена, что вернутся они домой, они приехали из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Волгограда, из Северокавказского федерального округа, что домой они вернутся совершенно другими, с другим представлением, во-первых, о Приморском крае, что он такой далекий, но он такой родной, и он тоже боевой, это не глубокий тыл, а очень много героев, прославляющих свою родину, родились и служили в Приморском крае». С января по июнь этого года в историко-патриотических акциях приняли участие более 800 жителей из семи федеральных округов страны. Все они представили эксклюзивные работы в различных номинациях, однако самые оригинальные выиграли конкурсы. «Я поделилась опытом нашим в плане воспитания патриотизма на основе исторической памяти, как мы реализуем это направление в различных формах и в тематических экскурсиях, и даже в квестах. Да, может быть, кого-то удивит, но действительно через квест тоже можно раскрыть важность исторических событий и вовлечь молодое поколение в изучение отечественной истории». «Вы знаете, очень-очень приятно было читать и изучать, вот именно изучать некоторые работы. Почему? Потому что для меня было, во-первых, очень большим открытием, что историю Хасана можно было показать в комиксах. «Девчонки настолько это… Я фамилии точно не вспомню, но я была прям вот приятно поражена, что это не история написанная или там… А это и в рисунках, и в картинках, и в то же самое, в информационной форме были представлены эти комиксы». Участники экскурсии побывали в школьном музее поселка Хасан, на сопке Заозерной и озере Хасан, а также возложили цветы на установленных мемориалах. В поселке Краскино гости приняли участие в митинге и мероприятии с возложением цветов на братские могилы пограничников на сопке Крестовой. «Я видел просто незабываемые виды на территорию Российской Федерации, КНДР и КНР. Особенно хорошо приглянулась погода, потому что было очень светло, и даже можно было увидеть Японское море». «Для меня, наверное, уникальная возможность прикоснуться к истории наших военных страниц. Побывала на озере Хасан, поучаствовали в акции «Свеча памяти». И то, что вот какие виды открылись с этой сопки Заозерной, ну это просто уникальное место, где сходятся границы трех государств». Вторая группа призеров всероссийских конкурсов отправилась по историческим местам в пограничном округе. Ребята побывали в музее пограничной комендатуры, в Народном музее истории и краеведения поселка Пограничный. На мемориальном комплексе имени Валентина Котельникова и памятниках воинам-пограничникам участники экскурсии почтили память героев «Минута молчания» и возложением цветов. К счастью, получили в 2022 году звание населенный пункт воинской доблести. Очень этим гордимся. И у нас есть что показать. У нас богатейшая история, не только военная, но и казачья история. У нас такая история переселения, история охраны границы. У нас действительно город или поселок, будем называть, это, по словам нашего поэта-земляка Геннадия Лысенко, мы не окраина России, мы ее передний край. Все российские конкурсы «Герои Хасана на карте России» и «Брат на смену брату» «Традиция продолжается» были организованы по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяка при поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморья, Следственного комитета Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на восьмом.